Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите новости «Анапа-Регион» в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. Весна под знаком чистоты. Вся «Анапа» готовится к курортному сезону. К наведению порядка в городе подключаются жители. Тотальный диктант за чашкой чая. Всероссийскую акцию грамотности в «Анапе» планируется провести в литературной кофейке. Ими гордится «Анапа» – славные имена людей, внёсшие весомый вклад в развитие Кубани. Сегодня знакомимся ещё с одним передовиком труда. В рамках сикубанского двухмесячника первыми на воде чистоту на улице города вышли самые неравнодушные жители. Активисты говорят, что внести свой вклад в чистоту и благоустройство родного курорта – долг каждого напчанина. К примеру взрослых следуют и юные жители. Сухие листва и трава, бытовой мусор, накопившийся за зиму. В кварталах от улицы Новороссийской до улицы Трудящихся и от улицы Черноморской до Высокого берега субботники проходят уже неделю. Сегодня в этом районе работает около 30 неравнодушных горожан. Жители сами приносят семена и растения для посадки. Они уже не ждут, когда нам скажут, что вот субботник. Так, потеплело, мы уже все. У нас уже деревья кранированы, у нас газоны вычищены, все. Вот можете проехать по всему округу, вы заметите. От трудящихся и кончая вот все эти. Мы давно все это же делали. На каждом тройничке, вот, мы высаживаем вот такие вот тулы, треугольнички засаживаем, петуни, всеми своими средствами. Помимо взрослых в субботнике участвуют и юные помощники. Саша успевает не только учиться, но и помогать бабушке дома, убирается во дворе. Говорит, что нравится запах свежей зелени, а работа совсем не в тягость. Я приехала с музыкалки после хора и увидела бабушку. Подумала, может, пойду схожу, помогу. Для города это будет красивее, потому что не будет всякого мусора плохого, не будет сигарет, который выкидывают. Облагораживают и территории возле жилых домов. Вера Молодцова живет в доме на улице Маяковского. Вместе с мужем приводит в порядок полисадник. Сейчас мы уберем, немножечко этот порядок наведем, потом досадим цветы, чтобы красиво было. Цель субботников – подготовить город к началу курортного сезона. В рамках двухмесячника в городе высадят новые деревья и растения, вывезут мусор, уберут высохшие ветки. Всекубанский субботник пройдет в Краснодарском крае 8 апреля. 6,5 миллионов рублей выделены из муниципального бюджета на ямочный ремонт улиц. Муниципальный конкурс выиграла ДРСУ «Вираж». Сегодня они приступили к работе. На улице Владимирска идет обработка краев ям фрезой. На планшете у дорожников памятка, где и какие неровности необходимо заделать. Всего около двух десятков ям. Уже завтра их дополнительно почистят и заполнят свежим асфальтом. Как пояснили в ДРСУ «Вираж», ремонт коснется многих улиц курорта, как центральных, так и в микрорайонах. Ближайшие планы после улицы Владимирска дорожники выйдут на Пионерский проспект и его дублер – верхнюю дорогу. В Анапе продолжаются дни здоровья. Очередное комплексное профилактическое мероприятие пройдет 4 марта в Станице Благовещенское. Станичники смогут бесплатно пройти экспресс-оценку состояния сердца, измерить рост и вес, общий холестерин и глюкозу в крови, сделать УЗИ молочных желез. Прием будут вести невролог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, хирург, гинеколог, терапевт. Также в акции будет задействован новый передвижной флюорограф. Всех желающих проверить свое здоровье ждут с 9 до 13 часов в Доме культуры Станица Благовещенское. Следующий день здоровья пройдет в Юровке. Следите за новостями. В литературной кофейне «От А до Я» появился чайный зал. Популярным у литераторов, а также любителей чтения, по своему уникальным заведением не только для Анапы, но и для региона в целом готовят площадку для тотального диктанта. Наш корреспондент понаблюдал за чайной церемонией, а также узнал у известного анапского литератора, чем интересен тотальный диктант в этом году. Так знакомятся с чаем, передавая друг другу еще не заваренные листья в специальной посуде. Познают первые его три ценности – аромат, форму и цвет. Это дянь-хун – красный чай с земли дянь. В ассортименте около 30 сортов древнего напитка. Чайную карту подбирали, советуясь с ведущими специалистами. Алексей Ким – мастер церемонии. По его словам, о чае каждый день узнаешь что-то новое. Процесс затягивает. Если проводишь чайную церемонию, то есть ты наслаждаешься чаем, его вкусом, его ароматом. Ну, нужно отстраниться от всех проблем, невзгод, от суеты вообще этого мира. Можно сказать, как медитация. Четвертая и основная ценность – вкус. Его раскрывают постепенно. Чайник не просто подогревают, а готовят к встрече с чаем. Вода должна дойти до состояния шума сосен, что соответствует примерно 95 градусам Цельсия. Первый раз проливают, чтобы избавиться от чайной пыли. Всего хороший чай выдерживает 4-5 проливов, а то и больше. Каждый раз, каждый новый пролив – разный вкус. Каждый раз он там более терпкий или более такой легкий какой-то такой. За мной нравится. Писатель Сергей Левин – один из завсегдатаев литературной кофейни. Теперь еще и чайный. Вместе с анапчанами готовится к тотальному диктанту, который напишут именно здесь. Говорит, что ему, как филологу, будет интересно. В этом году текст подготовил лауреат Букеровской премии, писатель Леонид Юзифович. Это довольно сложный писатель по отношению и к грамматике, и по отношению к синтаксису, что тоже немаловажно. Тем более, тотальный диктант подразумевает собой еще и так называемые авторские знаки пропинания. Так что будет вдвойне интересно. По пятницам в 6 вечера здесь собираются те, кто готовится к диктанту. Встречаются со специалистами, которые рассказывают о тонкостях, орфографии и пунктуации. Сам текст впервые зачитают на самом мероприятии. 8 апреля. В этом году один из старейших тружеников Анапского района Николай Федорович Магась отпразднует свое 80-летие. Провесник Краснодарского края, заслуженный работник сельского хозяйства, он вложил немало сил и энергии в развитие виноградарства, животноводства и овощеводства в Анапском районе. 65 лет он проработал трактористом в совхозе «Хутор Черный». Историю о своей трудовой и личной жизни поделился с нашими корреспондентами. «Хутор Черный» – один из самых удаленных населенных пунктов Анапского района. Именно здесь, вдали от городской суеты и шума, проживает ударник коммунистических пятилеток, обладатель многочисленных правительственных наград Николай Федорович Магась. Небольшой домик в центре хутора до десяток куриц – вот и все подсобное хозяйство Николая Федоровича. Но, как признается он сам, этого более чем достаточно, ведь здоровье уже не то, что раньше. Курей держали по сто штук, гусей я держал, индюков держал, свиней держали по две, по три. Для себя, а не для продажи. Особая гордость Николая Федоровича – это колодец, которому уже более сорока лет. Столько же и автомобилю ВАЗ-2101. Он до сих пор на ходу. Эту машину ему подарил председатель колхоза в 1975 году, когда он получил свою первую правительственную награду «Ударник девятой пятилетки». Подобных наград, благодарностей и почетных грамот у Николая Федоровича много. Но есть для него и особенная – высшая награда того времени – Орден Ленина. За высокий урожай – пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Ну, это что я выращивал, то, как я. У меня было звено 7 человек, полторы тысячи гектаров земли. И мы все делали. Надо в две смены, значит, выходим. Один там с пяти или с четырех до часу, то есть часу до девяти. Всю жизнь бок о бок вместе с Николаем Федоровичем и его супруга Таисия Павловна. В феврале 1960 года они поженились. Буквально несколько дней назад отметили 57 лет совместной жизни. Еще немного и сыграют бриллиантовую свадьбу. Супруга признается, что и спустя почти 60 лет он для нее почти не изменился. Каким он сейчас, таким он и был. Работал. Работа от 8 до 11 до 12 в уборочную страну, когда была уборка хлеба. Сейчас пенсионеры с нетерпением ждут выходных. К ним, как всегда, приедут любимые внуки. А сам Николай Федорович готовится к поездке в краевую столицу на торжества, посвященные 80-летию Краснодарского края. Для него эта дата особенная. Он также в этом году отметит свой 80-й день рождения. У обоих юбиляров богатая история, общие достижения и общее будущее. Елизавета Мавродова, получив базовое хореографическое образование в Анапе, смогла покорить не только краевые всероссийские, но и мировые высоты. Жемчужины русского балета, так называют Лизу в творческой среде, пообщались наши корреспонденты. Красота и утонченность, талант и трудолюбие. Все эти качества позволяют хрупкой девушке создавать такие хореографические номера, при просмотре которых замирает душа и переполняет восхищение. Елизавета признается, своей жизни без танца просто не представляет. Где-то с пяти лет, с шести лет я встала уже за станок и начала танцевать. Танец вдохнул в меня какую-то жизнь и не было ни разу такого случая, когда я подумала, о чем же я буду заниматься в жизни. Не было, правда. Первые уроки хореографии девушка получила в ансамбле «Солнышко». Руководитель отмечает, Лиза в коллективе всегда выделялась. У Лизоньки всегда были восхитительные хореографические номера, которые на ура принимались в зале. И, наверное, это не только потому, что она от природы такая девочка яркая, с таким ярким дарованием, но и от того, что я знаю ее как ребенка. Она очень трудолюбивая. Лиза с отличием закончила Анапскую детскую школу искусств номер два. Красный диплом получила и в Краснодарском хореографическом училище. Признается, что было непросто, но помогли упорство и любовь к профессии. Искренне дышу этим делом и всегда хочу лучше, лучше становиться. И всем девочкам советую не бояться. Если есть любовь в душе к чему-то, надо это дело и брать за основу. Сейчас Елизавета студентка Московского государственного института культуры и искусства. Важной вехой творческого пути Лиза считает работу в течение двух лет в ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Как любой творческий человек, она находится в постоянном поиске и развитии. Сейчас в дуэте с хореографом Александром Сиденко Лиза постигает современную хореографию. Одно из последних достижений – диплом лауреата второй степени на международном конкурсе младых исполнителей «Дансмоску». Она сейчас уже себя проявляет в разных ипостасях, и как преподаватель, и как режиссер. И я думаю, что везде она добьется хороших успехов, потому что человек думающий, добрый, творческий и не останавливающийся на полпути. Еще одно детище Лизы – летний лагерь для анапских школьников. Уникальный проект, где детский досуг дополнен уроками хореографии. Летом был у нас такой некий эксперимент. Все желающие, кто хотел, пришли ко мне на занятия. Я их с огромной любовью обещала, просто учила танцевать. И мы решили создать концерт, организовать целый концерт, который назывался «Случай на балу». Этим летом Елизавета также планирует создать детский лагерь, а также поделиться творческими задумками и, как знать, может быть, вселить в сердца детей любовь к искусству, которая живет и в сердце самой Лизы. И в завершении выпуск информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Особое внимание мужчин в канун 8 марта. Лучший подарок женщине – спа-процедуры, массаж и чашечка кофе от лучшего итальянского повара. Все это в «Анапа-Океан». Все выпуски новостей вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова